мы в очередной раз свои помидоры лечим на литр воды 200-300 миллилитров кефира или молока нужно пару капель йода и мыло дегтярное или натереть на терке хозяйственное мыло все это развести ну наверное в 3 литрах 4 воды я уже давала рецепт на 10 литров обязательно надо мыло добавлять для того чтобы эта смесь удержалась на листьях и землю обязательно землю и стволы стволы помидор хорошо надо обрызгать не надо усердствовать с йодом на 10 литров воды идет 20 капель йода пол литра молока вот я точно вспоминаю рецепты 100 грамм мыла мыло нужно растворить я купила сразу готовая дегтярное мыло мне очень удобно я добавляю мы примерно 1 1 2 раза в неделю поливаем помидоры огурцы потому что в огурцах желтеют листья и они желтеют сейчас меньше вот я пробовала из пульверизатора сама это делает но получается неэффективно потому что надо чтоб под листья хорошенько попадал раствор не просто так полить а что под листом было хорошо меньше желтеют листья обычно в это время у меня уже растение некоторые я выбрасывала потому что были листья все желтые они не плодоносили сейчас плодоносят нормально только надо часто это делать не один раз в сезон а каждая там три дня или раз два раза в неделю ну хорошо достаточно под листьями там хорошенько пройдись молодец ну старайся ты для себя стараешься огурчики хочешь кушать сижу хрустю ими хрустю за столом катай меня катай так варня ляглы и просить ну кто меня будет катать кот что ли лягла и просить немного вам расскажу историю одного изделия когда-то давным-давно еще в советское время слушай выкинь ты и я не хочу это показывать людям нет я не хочу пока я деску козыря выкинь эту миску чтобы не было что есть вещи которые с нами идут параллельность и мы их не замечаем ты как в этой в этой кастрюльке она алюминиевая еще отец жены моей мешала раствор когда там делала разная работа и на благо скотт святку неприглядном состоянии но постоянно и приходи постоянно и находилась какое-то дело подожди останови качели а то у людей будет постоянно этой кастрюли находилась какое-то дело когда моя жена увидела этот объем когда я вижу этот объем да на сразу качал выброс немедленно выбросить терпеть не могу старе не менее она опять пригодилась начал сливать масло ну что поставить под машину она пригодилась начал мыть какие-то предметы с двигателя сын опять она пригодилась знаете вот это какой-то незаменимый атрибут вижу сегодня опять эта миска я уже думала ты сто раз ее выброси нет нет и он по-прежнему она она в ужасном состоянии я в него влез ногами потоптался выровнял так как она по-прежнему служит это удивительно так и дизла сдалось с этой миской сегодня сын не будет смывать масло с двигателя в общем незаменимая вещица вы такую сейчас не приобретете как у них тоже есть такие наверное нет 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 они должно ли сгнили поломались это прямо чудо я даже в нее влюбился давай катай меня в чем ты меня влюбился не в миску 45 лет сколько можно ну не 45 45 а чё ты посчитал что 45 потому что перед армией но 74 года а чё перед армии когда после что-то ты немножко просчитался ждала с армии или нет ждала но так это же не так давай посчитаем с школе мы учились вместе 16 лет так сколько уже уже 50 будет скоро в школе твои чувства никак не проявлялись совершенно это твои не проявлялись никак разрешите откланяться я помчался много дел ну иди мчисть зла сдало из сердца вон эту миску я я сама выкину 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 ты не заметишь белка ты не заметишь я только что пришла из магазина и хочу вам рассказать о продуктах цена на которые в последнее время просто взлетела вверх ну вот начну с муки мука была у нас 12 ливен килограмм еще до недавнего времени сейчас 18 ливен килограмм то есть на 30 процентов 18 ливен это 80 центов стоит килограмм муки для украины это очень дорого я знаю что турция покупают у украины муку и хлеб там намного дешевле чем у нас раз мука подорожала значит это потянет за собой повышение цены на все хлебобулочные изделия и в том числе на хлеб так сахар сахар стоил до недавнего времени 22 гривны сейчас 26 гривен и это очень хорошая цена везде еще дороже то есть сахар тоже существенно подорожал и это связано не только закатками есть там проблема у производителей у тех кто продает сахар эта проблема есть я слышала о них но не вникала ну я вам уже рассказывала что у нас очень подорожало пустное масло это случилось несколько месяцев назад сейчас вот такая вот бутылка олейная я все-таки предпочитаю покупать олейну на ней лучше всего жарить если я жарю вот и олейна у нас сейчас стоит 59 гривен вот эта вот бутылочка сто процента олейна смотрите как сейчас хитро производитель пишет видите здесь 850 миллилитров олейны советские времена не помню чтобы на какой-то бутылки на какой-то упаковке было написано не литр и ни килограмм сейчас что хотите вам нальют и напишут что что хотят так что эта цена за 850 миллилитров еще хочу показать вам вот я купила такое кукурузное масло это кукурузное масло первого и холодного отжима это очень хорошее масло которое способствует выделению желчи в организме поэтому я его купила буду использовать его в салаты ну и последнее о чем я хочу вам поведать это то что у нас очень подорожал газ для заправки автомобилей значит раньше мы платили 12 деревен 12 30 12 50 это было несколько месяцев назад сейчас 16 чем-то если подорожал газ украине значит подорожает все остальное потому что в цену любого продукта заложена его транспортировка но раз транспортировка подорожала значит это потянет за собой подорожание абсолютно всех продуктов хоть на какой-то процент но они обязательно повысятся в цене идешь в магазин и каждый день ты можешь купить на определенную сумму ты можешь купить все меньшее количество продуктов вот сейчас говорят о том что будет повышена средняя заработная плата ну а кого этот вообще и интересует это только хуже для людей потому что предприниматели которая работает у них зависит на лоб который не числе от пенсионный фонд именно от этой величины и о средней зарплаты станет еще хуже потому что налоги вырастут эти бедные предприниматели которые так полтора года в лотта не просидели я не имею виду ресторан и кафе меня вообще-то вопрос не интересует но те люди которые это будет продуктами промышленными товарами они ведь все не торговали это время Они терпели убытки. Хорошо было только тем, у кого были интернет-магазины. Ну, посмотрим, что дальше будет. Не буду нагнетать обстановку. Жизнь продолжается. Лето на улице, значит, все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok